Дай почитать Главная героиня обычная парижская школьница Маринет Дюпен Чен. Дружит с Алей и просто фанатично влюблена в одноклассника Эдриана. Она от этого очаровательного юноши без ума и путается в мыслях, словах, действиях, забывает о своих обязанностях или о чем-то действительно важном. Не для нее, а для окружающих. Однако у Маринет есть тайна. Это к вами Тики. Волшебное существо ярко-красного цвета с большим черным пятном на лбу и блестящими синими глазками. Задача Тики – всюду сопровождать Маринет и помогать ей перевоплощаться в супергероя – Леди Баг. Тики превращается в сгусток энергии и исчезает в сережках девочки. Те краснеют. На них появляется пять черных пятен. Одежда Маринет трансформируется в красный костюм, в черный горошек. Лицо закрывает маской. Вот она уже неподражаемая и непобедимая Леди Баг, имеющая супер-шанс. Признаюсь, даже не верится, что я смогла освоить всю эту невообразимую дребедень. Пусть меня простят преданные поклонники этой странной фантазии. Совершает девочка иногда прямо-таки уголовно наказуемые вещи, как, например, крадет из раздевалки смартфон своего Эдриана и проводит беззастенчиво разблокировку смартфона. Хранителем талисмана супер-кота был Квами Плак, крошечный, черный котик с зелеными глазками, заостренными ушками и длинным хвостом. Он такой очаровательный лентяй обжора, просто сароман. Он присматривает за Эдрианом и помогает ему перевоплощаться в супер-кота. Бесстрашного сердцееда-авантюриста, который способен на безрассудство, например, кокетничать со своей боевой напарницей Леди Баг даже в самых критических ситуациях. Они знают друг друга как одноклассники, но как супергерои друг друга опознать не могут. Кроме подруги Али есть еще и Хлоя Буржуа, беспринципная, неприятная выскочка, капризная и жестокая. Любопытный складывается четырехугольник. Маринет любит Эдриана, а супер-кот для нее просто друг. А Эдриан любит Леди Баг, а Маринет для него просто друг. Все запутано, и в очередной раз подумаешь, как здорово было читать Незнайку, Гайдара и Фенемора Купера. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!